КЛЕОПАТРА Клеопатра, правительница Египта, одна из знаменитейших женщин мира. Легендарная красавица, перед умом и обаянием которой не устояли два великих римлянина. Юлий Цезарь и Марк Антоний. Но у легенды есть темная сторона, забытая история хладнокровного убийства. Нет! 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 За две тысячи лет страшное преступление исчезло из нашей памяти. Но теперь его след привел нас в Эфес. Большой античный город на территории Турции. В древней гробнице ученые обнаружили скелет молодой женщины. Очевидно, она была убита. Она осмелилась восстать против более могущественной женщины. Своей собственной сестры. Самой Клеопатры. Возможно, у нас появилось доказательство причастности к Клеопатре. Это история о власти и борьбе сестер за обладание ею. Мы посетим два величайших чуда древнего мира. Найденная гробница расскажет нам о забытом убийстве и откроет тайну египетской царицы. Это портрет убийцы. Была ли Клеопатра убийцей? Мы начнем здесь, в Турции. В 20-х годах 20-го века археологи изучали гробницу в центре Эфеса. Нил Оливер. Который некогда был в 10 раз больше помпеев. В полном воды саркофаги были обнаружены человеческие останки. Маленький скелет, изящного сложения, с тонкими костями. Похожий на скелет молодой женщины. По обычаю, мертвых хоронили за городскими стенами. За 500 лет сделали всего 4 исключения. Для знаменитых мужчин. Кто же эта женщина? И почему она здесь? Археологи не догадывались, кто это, и заново запечатали саркофаг. Личность погребенной оставалась тайной, пока археолог, профессор Хильке Тюр, не обратил внимания на гробницу во время раскопок. Хильке работала в Эфесе 20 лет и не видела ничего подобного. Таинственный восьмиугольник на главной улице города, улице героев. Хильке решила найти разгадку тайны. И войти в гробницу. Судьбоносное решение. Хильке, это вход в гробницу? Да, входили здесь. Мне можно? Это безопасно? Да, да, да. Думаю, безопасно. Шанс найти скелет на старом месте, спустя почти сто лет, был невелик. Находка повела Хильке по следу необычной детективной истории, напрямую связанной с легендой о Клеопатрии. Что это? Полуциркульный свод? Хорошая работа. Неплохо сделано, правда? Точная работа с камнем. Свод держится благодаря собственному весу. Что вы увидели? Опишите, что вы нашли? Я очень волновалась. Проползла через тот маленький лаз, встала и увидела кости. Да. Длинные кости, ног. Они лежали, часть в одной нише, часть в другой. Я поняла, что скелет похороненного в погребальной камере на месте. Фантастика. Понятно, что здесь похоронили кого-то очень важного. Сразу начинаешь думать, кто? Почему? Чем человек заслужил такие похороны? Что случилось? Хильке решила определить, кто же был похоронен в странной гробнице, но у нее было мало данных. Скелет был неполным. Она начала искать в древних книгах историю женщины, которую могли похоронить в центре Эфеса. В римской истории нашлась повесть об убийстве Арсенои, сестры Клеопатры. Прошу, проходите. Забытая кровавая страница в судьбе Клеопатры. В городе Эфесе, по приказу Клеопатры, Марк Антоний вывел ее сестру из храма Артемиды, и там же, на священном месте, юная Арсеноя была убита. Римский историк Дион Кассий написал этот рассказ об убийстве 300 лет спустя. Что это? Легенда? Или истина? Четыре дня! Если Дион Кассий прав, и если Хильке действительно нашла кости Арсенои, это важнейшее открытие. Первые останки родственницы Клеопатры доказательства не только самого убийства, но и поразительного бессердечия прекрасной египетской царицы. Если это Арсеноя, то как она оказалась в 800 километрах от Египта, где родилась? Чтобы это узнать, я должен переплыть Средиземное море и попасть на родину Клеопатры. Мы в Египте, в великолепном храме в Карнаке. Ему было 2000 лет, когда Клеопатра взошла на престол. Золотой век Египта минул. Будущее было неизвестно. В 51 году до нашей эры умер отец Клеопатры. Он оставил четверых детей. Трон должны были поделить его старший сын Птолемей XIII и старшая дочь Клеопатра. 18 лет. По обычаю египетских правителей, брат и сестра должны были пожениться. на самом деле в семье царил разлад. Раздор между братьями и сестрами внесла молодая, но мощная сила Рим. Римская империя захватила Ближний Восток и впервые римские солдаты появились на территории Египта. Правящая династия должна была принять решение сопротивляться Риму или заключить с ним союз. Обе стратегии очень опасны. Союз с Римом может вызвать открытое восстание в Египте, но сопротивление приведет к войне с самой мощной военной державой Древнего мира. Клеопатра хотела заключить союз, но Птолемей XIII был против, и его поддержала Арсеноя. Они считали, что пришла пора бросить вызов Риму. Разногласия быстро вышли из-под контроля. И получилось так, что фараон Египта по имени Птолемей, всего лишь мальчишка, начал войну со своей собственной сестрой и соправительницей Клеопатрой. При поддержке верных людей мальчик изгнал Клеопатру, отправив ее в ссылку. Клеопатре запретили появляться в Александрии. Она оказалась в изгнании. Но девушка не сдалась. Был надежный способ отомстить Птолемею с помощью Рима. Клеопатра дочь своего отца. А он был другом Юлия Цезаря. В его завещании сказано, если начнется конфликт из-за престола, Рим должен стать судьей. В 48-м году до нашей эры в Египет прибыл Юлий Цезарь. Он должен был рассудить семейную расприю. Клеопатра хотела попасть к Цезарю раньше, чем ее брат. И у нее было существенное преимущество. Изгнанница решила соблазнить Цезаря и использовать его власть во зло своим братьям и сестре Арсеное. Прошло 2000 лет. Пора проверить, действительно ли найденные кости останки Арсеное. Используя самое современное оборудование, профессор Фабиан Канц изучает скелет. Если кости мужские, теория несостоятельна. Фабиан, что можно сказать после первичного осмотра костей? Я уверен, что это женщина. Сравним с другим скелетом. две тазовые кости. Мужская и женская. Да, сразу видно, здесь большее место, да? У женской кости есть пространство для плода. Да. Возьмем кость из гробницы. Видите, здесь широкий угол. С точки зрения морфологии нет сомнений, что это женщина. значит, женщина. Что еще может сказать Фабиан? Мы определили пол, теперь займемся возрастом на момент смерти. Видно, что длинные кости еще не до конца выросли, потому что эпифис и диафис еще не срослись. Кости постепенно из кусочков срастаются в одну? Да, да, они растут вот в этом зазоре. Я покажу вам полностью развитую кость взрослого человека. Видите? Зазора нет. Да, легко увидеть. Да. Значит, женщина какого возраста? я бы сказал лет 15-17, может 18, совсем юная. Мы знаем, что Арсеноя была младшей сестрой Клеопатры, которая взошла на престол 18 лет. Ничто не противоречит теории Хильке. половая принадлежность и возраст совпадают. Но к какому веку относится скелет? Фабиан проводит углеродный анализ. Итог от 200 до 20 года до нашей эры. Датировка не противоречит гипотезе, что это может быть Арсеноя. Даты совпадают со временем Клеопатры. И это не все. Что вы скажете об общем виде? В целом, какое впечатление производит скелет? Очень хрупкий, легкий. То есть она была худенькая? Да. Миниатюрная. Миниатюрная, да. Скелет принадлежит юной хрупкой женщине. Историки пишут, что Клеопатра тоже была стройной. Именно это качество помогло ей вырваться из ссылки и вернуться во дворец. Вот что сообщает Плутарх. Клеопатра приплыла в Александрию на маленькой лодке и в темноте высадилась около дворца. Ее не заметили. Она забралась в спальный мешок, обвязалась толстой веревкой и приказала отнести себя к Цезарю. Клеопатра оказалась в постели Цезаря наедине с ним в его покоях и была готова выйти в нужный момент. она мыслила хладнокровно и расчетливо и была готова абсолютно на все чтобы получить желаемое. Цезарю было 52 года. Ей 22. Рассказ о том, как Клеопатра соблазнила Цезаря лег в основу ее мифа. Но ведь это просто предательство. Другие писали до меня, что волосы у нее были растрепаны, чтобы казалось, что она их вырывала. на лице была скорбь, но ни единой слезинки. И как она умоляла римлянина могучего Цезаря. Могущественный Цезарь меня отлучили от отцовского престола. Ссылка будет вечной, если ты не вернешь мне мою судьбу. посему я владыка по твоих ног. Услышав всего несколько слов, Цезарь потерял голову и провел с нею всю ночь. Пробравшись в постель Цезаря, Леопатра нанесла братьям и сестре удар в спину. Не ожидая увидеть сестру во дворце, юный фараон очень разгневался. Он сорвал с головы корону, бросил на пол и выбежал вон, крича, что его предали. Юный фараон считал, что Клеопатра продала Асириму, а они с сестрой должны за это заплатить. А пока что в Эфесе Фабиан работает с найденным скелетом. Прошлым летом он решил вернуться к гробнице в надежде найти новую информацию. Ему повезло. В нише над входом в погребальную камеру я нашел новые кости. Выяснилось, что это кости человека, той же женщины, что была в основном захоронение. Шанс найти дополнительные кости в той же гробнице был ничтожный. отличный вышел день. Я сам едва поверил. Теперь скелет почти собран, но остается большая проблема. У нас нет самой важной части черепа. Информацию о нем археолог Хиль Кетюр смогла найти в архивах. В 20-х годах прошлого века череп увезли из Турции в Германию. Он потерялся в хаосе Второй мировой войны. Но один ученый успел его обмерить и записать все данные. Так появилось другое косвенное указание на личность похороненной. Длинный череп с низким лбом похож на черепа, который исследователь уже видел в Египте. Потрясающая удача. Сохранились его фотографии и записи. При помощи новейшей технологии знаменитые британские исследователи смогут создать трехмерную реконструкцию черепа. Профессор Каролайн Уилкинсон университет Данди. Было непросто, но интересно составить трехмерную модель по двухмерным изображениям. В таких случаях мы берем шаблон черепа такого же возраста, пола и этнической принадлежности и подгоняем его под заданную морфологию, размеры и форму. шаблон 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 скажет трехмерная реконструкция о личности женщины? Глазницы занимают довольно много места, как часто бывает у детей и у молодых женщин. С точки зрения пропорций перед нами уже не ребенок. Реконструкция согласуется с выводами Фабиана о том, что на один скелет молодой женщины возможно Арсенои. Если это она, можем ли мы узнать, как она выглядела? Трудно назвать череп красивым, но он симметричен, пропорционален, черты лица аккуратные, все, что ассоциируется с красивым женским лицом. Возраст и пропорции черепа согласуются со всем, что известно об Арсенои. Но мы можем сделать еще один шаг. По форме черепа и рисунку верхней челюсти можно восстановить форму нижней челюсти и даже линию рта и мышцы лица. Мышцы лица у всех одинаковые. Одни и те же ткани крепятся к черепу в одних и тех же точках. Разница в лицах зависит от пропорции черепа. Поэтому можно изучить детали, чтобы оценить положение и развитие глазниц. Затем добавить крупные части шею, потому что мы видим, где присоединяются мышцы шеи. теперь внимание на кости по краям носа и переносицу. И можно восстановить высоту, ширину и форму носа. Профессор Крис Рин, университет Данди. У нее высокая переносица, как у греческой статуи. Классическая красота. Характерный нос, очень прямой. Сейчас это считается красивым. Женщина была юной красавицей классического типа. Это согласуется с рассказами о волшебной красоте Клеопатры и ее сестры Арсеное. Две тысячи лет назад в Египте прелести Клеопатры покорили Цезаря. Но связь с римлянином считалась предательством. Верные Птолемею и Арсеное войска осадили дворец, в котором расположился Цезарь. Цезарь в окружении. Ядра падали на дворец и пробивали крышу. Чтобы Арсеное и Птолемей, законный владыка, не возглавили восстание, Цезарь взял их в заложники. Цезарь метался из зала в зал и таскал фараона за собой. Правитель был его заложником. Он не мог забросать осаждающих горящими снарядами, но мог швырнуть египтянам голову их владыки. Закрепившись во дворце, Цезарь послал за подкреплением, но путь по морю долг. Цезарь и Клеопатра приняли экстренные меры. Чтобы отвлечь египтян от дворца, римляне подожгли корабли в гавани. пламя перекинулось на сам город. Горящие головешки сыпались на стоявшие в порту дома. Ветер раздувал огонь и вот уже заполыхали все крыши. Египтяне бросились в огненный ад, чтобы спасти город. Цезарь не терял ни минуты. Надеясь на удачу, Цезарь повел свою стражу ко входу в гавань. Там, в центре острова, возвышался он, предупреждавший суда о скалах и рифах седьмое чудо света Фаросский маяк. Фаросский маяк. Цезарь описал его поразительной высоты, работа удивительных мастеров. маяк стоял на острове у входа в гавань. Кто владеет маяком, тот контролирует все суда Александрии. Поэтому в спешке Цезарь приказал своим войскам захватить остров и маяк. высота маяка 92 метра. Его верхняя часть восьмиугольная башня. Обзор с вершины 50 километров. Работники поддерживали огонь в гигантских жаровнях. Маяк символ династии Птолемеев. Он сыграл роковую роль в нашей истории. Пока шла битва за маяк, юная Арсеноя сумела повернуть ее ход в Польжу египтян. Она сбежала из дворца. Египтяне провозгласили ее правительницей и главой восстания против Цезаря и Клеопатры. В Эфесе Хильке и ее команда ищут новые связи между таинственным скелетом и далеким Египтом. Они изучают саму гробницу. Все могилы героев украшены скульптурными рассказами о похороненных. Две тысячи лет назад все могли понять, кто здесь лежит. Сегодня мы разгадываем здание как тайный шифр. нетронутыми остались только погребальная камера и восьмиугольное основание. Сохранилась еще одна деталь гробницы, потому что 90 лет назад археологи перевезли ее в Вену. высота 6 метров, треть от высоты всей постройки. Это важный ключ к тайне захоронения. Эти детали нашли около восьмиугольника. Профессор Георг Платнер, куратор музея истории искусств Вена. Эта подставка под факел сделана в форме листьев папируса. Этот тип колонны сразу опознавался как архитектурное изображение папируса и знака Египта. Декор намекает на то, что здесь была похоронена египтянка. Но чтобы столковать постройку, надо восстановить здание полностью. От него осталось 170 обломков. Австрийские археологи, коллеги хилкетюрт тщательно собирали куски гробницы. Они обыскали улицу в поисках обломков, надеясь, что получится собрать здание как гигантскую мозаику. Команда инженеров провела трехмерное сканирование каждого камня и создала трехмерную модель. Просто груда камней. Роберт Калочек, Венский технический университет. У нас много очень похожих объектов, и надо найти место для каждого. Сканирование выявило маленький рисунок. Крошечная схема с формой гробницы. Возможно, это изображение основания, колонн и крыши. Рисунок стал известен только этим летом. Мы получаем все больше информации и скоро увидим, как гробница выглядела две тысячи лет назад. Ее высота 15 метров, ширина 4 метра. это самая большая башня в Эфесе. Но главное, она восьмиугольная. Хильке не смогла найти гробницы того же периода такой формы. И снова она обратилась к истории Клеопатры и Арсеноем, на сей раз к битве за фарский маяк. Хильке сразу отметила сходство между гробницей и маяком. Символ Птолемеев фарос был самым крупным восьмиугольным сооружением Древнего мира. Это ключ. Фаросский маяк и судьба Арсенои были неразрывно связаны. Владыка Египта девочка подросток бросила вызов мощи Рима. Ее войска внезапно напали на Цезаря и его стражу на маяке и захватили их врасплох. Римляне бежали. Остров оказался ловушкой и Цезарю пришлось спасаться вплавь. Тяжелые одежды тянули его на дно, а египтяне обстреливали сверху. Пурпурный плащ легкая мишень. Так бесславно он бы и погиб, но сбросил одежду и заплыл далеко в море. Цезарь едва спасся. Он вернулся во дворец Клеопатры. Герой Рима потерпел поражение от Арсенои, юной девочки. Фаросский маяк стал символом ее победы. Когда на стене повесили плащ Цезаря, все поняли, Арсеноя посрамила римскую мощь. на какой-то момент показалось, что возникнет новая династия. Если бы все пошло так, как надеялась победительница, сегодня все знали бы легендарную Арсеною, а не Клеопатру. Однако новые мечты быстро рухнули. Противники Рима начали ссориться между собой. Цезарь использовал передышку, чтобы привести подкрепление из Сирии. Он пошел в контрнаступление. Цезарь обещал вернуть трон своей возлюбленной и должен был сдержать слово. Юный Птолемей не смог спастись от римских воинов. Он пытался уплыть от них по Нилу и утонул под весом своей брони. Клеопатра избавилась от первого соперника, не шевельнув и пальцем. Все сделал Цезарь. Арсеноя попала в плен. Наконец, Клеопатра захватила главного врага, свою младшую сестру. Цезарь победил, но не подчинил себе Египет. Он вернул Клеопатру, от имени которой сражался, на трон фараонов. По традиции, она вышла замуж за последнего брата. Ему было 12 лет. Арсеною отправили в Рим в цепях. Пленница Цезаря могла только вспоминать о своей минутной победе. В 46 году до нашей эры Цезарь устроил в Риме триумф. В центре парада была модель фарресского маяка и процессия пленников, взятых в Александрии во главе с Арсеноей. Цезарь подготовил для толпы особое зрелище. По обычаю, после процессии главного пленника должны были задушить. Вообразите, что чувствовала Арсеноя. Знала ли она, что ее ждет? Кем бы она ни была, что бы она ни сделала, она была совсем юной девочкой. Но в глазах Цезаря Арсеноя мятежница, не подчинившаяся Риму и потому заслужившая все казни мира. Арсеною провезли в процессе с другими пленниками. Такого зрелища Рим еще не видел. Женщина некогда правительница ныне в цепях. Вслед за Арсеноей двигалась горящая модель Фаросского маяка. Символ ее величайшей победы превратился в символ ее унижения. Восьмиугольный знак Тильки убеждена, что это тот же символ, что в гробнице. Зрители видели в Арсеное ребенка, а не мятежника. Казнить варваров это одно, а задушить юную девочку в цирке совсем другое. Римляне обожали триумфы. Но вид Арсенои среди других пленников возмутил всех горожан. План Цезаря рухнул. Толпа посочувствовала юной правительнице. Несомненно, поэтому ей сохранили жизнь. Толпа вынудила Цезаря пощадить Арсеною, но он не мог допустить ее возвращения в Египет. Поэтому он сослал ее за полторы тысячи километров от Рима и восемьсот километров от Египта в Эфес, который находится на территории современной Турции. Эфес был большим столичным городом, воротами в Азию. Представьте, каким был Эфес две тысячи лет назад. Это незадворки империи. Один из самых интересных и многонациональных городов в Древнем мире. Жемчужина. Сюда стекались люди всех сословий и мастей. Все, кто хотел прославиться, ехали сюда. Эфес место паломничества и развлечений. Но для Арсенои он стал тюрьмой. Остаток жизни ей предстояло провести в святилище в храме Артемиды, еще одном чуде света. В те времена храм был виден издалека, за много километров, даже ночью. Его видела и Арсеноя, когда ее лодка приближалась к берегу. Она была подростком, но понимала, что проведет всю жизнь здесь, в окружении евнухов, и никогда больше не увидит Александрию. Руины не производят впечатления, но две тысячи лет назад здесь сбилось сердце города. Здесь стоял храм Артемиды, одно из семи чудес света. Римский историк Плиний утверждает, что длина храма была 130 метров, ширина 40, а высота колонн, поддерживавших мощную крышу, 18 метров. Здесь две тысячи лет назад искала убежище сестра Клеопатры. Профессор Сабина Ландштеттер знает, какую роль играл храм Артемиды в жизни изгнанников. Все знали, что здесь можно просить убежище. Получив его, можно было оставаться сколько угодно. Люди жили здесь годами, десятилетиями, в полной безопасности. Никто не мог вмешиваться в дела святилища. Переворот Арсенои не удался, но ее жизнь была спасена. Под защитой храма и присмотром Рима она не могла поднять новое восстание. Но она была в безопасности. так она думала. Прошло два года. В марте 44-го года до нашей эры Юлий Цезарь был убит. Будущее Арсенои снова повисло на волоске. Клеопатра стала единственной правительницей Египта, пожертвовав последним родственником. Цезаря больше нет. Что ей делать? Ответ появился спустя несколько недель. Ее муж, соправитель и младший брат был убит. Вне досягаемости оставалось лишь Арсеноя. На востоке Римской империи появился правитель. Его звали Марк Антоний. Его резиденция располагалась в Эфесе, где жила в ссылке Арсеноя. Антоний превратил Эфес в сад дорогих увеселений. Эфес предоставил в распоряжении Марка Антония богатейшую казну, но вскоре правитель оказался на грани разорения. Он вел войны в Иране и Армении, и эти войны были дороги. Любитель роскоши и войны обратил внимание на богатый Египет, то есть на Клеопатру. Марк Антоний пригласил ее в Тарс, тоже на территории современной Турции. Клеопатра изображала неприступность. Она хотела явиться туда только на своих условиях. Она стала старше и искушенней. Она получила несколько писем от Антония, но отказывалась приехать. И вдруг, словно в насмешку, появилась в Тарсе. Люди из разных городов стекались, чтобы взглянуть на нее. Толпа постепенно расходилась, пока не остался один Антоний. Она возлежала под балдахином из золотой парчи, наряженной как Венера, а по сторонам от нее стояли красивые мальчики-служки. В руках Антония была ценность, до сих пор недоступная Клеопатре. Жизнь Арсенои. Клеопатра была заинтересована в римском наместнике так же, как он в ней. Роман, длившийся весь следующий год, стал легендой. Клеопатра Каждый день они устраивали друг для друга все более роскошные пиры. Клеопатра льстила ему, ежедневно предлагала новое удовольствие. Находила новый способ очаровать его, не отпуская ни днем, ни ночью. Она любовалась его упражнениями с оружием. пила с ним, играла в кости, отправлялась на охоту. Но оба понимали, что за любовью прячется расчет. Антонию нужны были ресурсы Египта, чтобы заплатить долги и вести войны. Клеопатра стремилась гарантировать свою власть, а значит устранить последнего претендента на престол свою младшую сестру. В храме Артемиды под опекой жрецов Арсеноя уже никому не угрожала, тем более Клеопатре. Но помнившая бой за маяк Клеопатра так не считала. Вернемся в наши дни. Пабиану осталось ответить на последний вопрос. Как умерла женщина, похороненная в восьмиугольнике? Я видел сотни скелетов в Эфесе, больше 500, и среди них всего два подростка. И этот скелет редкость, потому что в таком возрасте редко умирает. С ней хорошо обращались. в момент смерти она была вполне здорова. У нас нет указаний на причину смерти. Никаких следов длительных хронических болезней. Никаких болезней, даже быстротекущих. Прекрасные, гладкие, пропорциональные кости. Ей не приходилось заниматься физическим трудом. то есть она вела беззаботную жизнь, не работала и вдруг в юности умерла. Да. Римские источники уверены, Арсеноя умерла внезапно. И они знали, кто виноват. В Тарсе Антони и Клеопатра заключили сделку. И одним из условий была жизнь Арсенои. Арсенои. Нет! Нет! В городе Эфесе по приказу Клеопатры Марк Антоний силой вывел ее сестру из храма Артемиды и там же на священном месте юная Арсеноя была убита. Нет! Не только Эфес, весь Рим, все Средиземноморье было шокировано. Невероятно, кто-то вторгся в святилище, тем более в храм Артемиды в Эфесе. Величайшее преступление того времени. Датировка костей пол, сложение и возраст скелета в момент смерти, высокое происхождение все указывает на нее. Эксперты убеждены, что этот скелет первые останки члена семьи Клеопатры. Форма гробницы, сходство с маяком, это знак, и он укладывается в общую картину. Наконец, мы можем уверенно сказать, что это на самом деле скелет Арсенои. Сестры Клеопатры, египетской мятежницы, владычицы Египта, убитые на священной земле храма Артемиды, рукой Марка Антония по приказу его возлюбленной. Но мы до сих пор не знаем, как выглядела Арсенои. Хотя у нас есть лишь неполный скелет, технология позволяет воссоздать череп. Хильке и Фабиан считали, что череп утрачен навсегда. И я хочу скорее им его показать. Я знаю, что вы долго искали череп. У нас нет настоящего, но что поделаешь? Это точная копия. Он должен быть здесь. можно взять? Конечно. Надо же. Класс. Да, это настоящий класс. Блеск. Волшебно. Как будто смотришь ей в лицо, да? Все полностью меняется, когда у тебя в руках есть череп. Чувства просто потрясающие. Не зря старался. Определенно. Да. исследователи уверены, что убедительно доказали, они нашли останки Арсенои. Благодаря восстановленному черепу они разгадали еще одну тайну. Считается, что династия Птолемеев была греческого происхождения. Но теперь ученые полагают, что в жилах Клеопатры стекла африканская кровь. Что нам скажет реконструкция? Расстояние от лба до задней стенки черепа велико по сравнению с общей высотой. Эта черта характерна для определенных групп населения Земли, в том числе для древних египтян. Кроме них, для темнокожего населения Африки. Это череп скорее европеоида, но форма головы удлиненная. Возможно, происхождение смешанное. Значит, нужно вернуться к спорной теории. Среди предков Арсенои и Клеопатры были африканцы. Спустя 11 лет после смерти Арсенои Антони и Клеопатра решили стать владыками Рима, но их войско было уничтожено. Некогда Клеопатра безжалостно расправилась с братьями и поверела убить сестру. Теперь она вынуждена покончить с собой. Убив сестру, Клеопатра устранила последнего соперника. Но когда Арсеноя погибла, исчезло сопротивление Риму. Клеопатра считала, что может использовать власть Рима и Цезаря так же, как и Антония. Она ошибалась. Египет стал провинцией Римской империи. Клеопатра смогла убить Арсеною, но не стереть ее имя со страниц истории. Остался последний вопрос. Как она выглядела? Сделав реконструкцию черепа, мы можем восстановить и черты лица. Компьютерная технология покажет, как выглядела жившая две тысячи лет назад юная девушка. Ученые убеждены, что это сестра Клеопатры, Арсеноя. Мы никогда не сможем увидеть воплоти саму Клеопатру. Все, что мы знаем, противоречит романтической легенде. Не только тонкий политик, привлекательная авантюристка или страстная соблазнительница. Это портрет убийцы. Ведущий Нил Оливер Продюсер и режиссер Пол Элстон Операторы Крис Вайлд Джефф Бэйнс и Мартин Патмор Производство компании BBC Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура Редактор субтитров Корректор Кулакова 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 Корректор Кулакова Редактор субтитров